Доброе утро, дорогой учитель! Вот по поводу последнего абзаца 148 пункта. Здесь говорится «именно человек меры». И вот это понятие «от края мира и до другого» Это указание на размер какой-то. Мы учим, что в духовном нет времени и пространства. А вот эти размеры — это всегда какое-то свойство пространства. То есть это какое-то ограничение. Вы можете объяснить, как это правильно понимать? Мы всегда ограничиваем духовное своими келем. Для того, чтобы не раскрывать себя до такой меры, где мы не можем управлять. Поэтому всё, что касается времени, движения, пространства и то, что мы хотим наладить связи друг с другом, то мы выше этого, насколько мы можем, настолько мы и воспримем духовное. И поэтому наши размеры мы определяем в связях между нами. Рав, а можно одно уточнение? А что такое, что Муше — человек меры? Вот что значит «человек меры»? То, что как раз в мере и с определённой оценкой он может определёнными порциями отмерить окончательное исправление, двигаться к нему, чтобы исправить клей, которое ему дано, а ему дано всё клей, то, что создал творец, чтобы он смог его исправить постепенно, но до конца.